Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите ШОС-Плюс предложил сделать определенные шаги, чтобы уменьшить зависимость от доллара. Подробности в материале наших столичных корреспондентов. Доминирующая роль доллара в мировой экономике закрепилась в связи с тем, что после Второй мировой войны на США приходилось около половины мирового ВВП. Следовательно, он оказывает огромное влияние на мировую экономику. Лукашенко заявил, что в качестве приоритетного вопроса Беларусь рассматривает вопрос создания механизма двусторонних платежей в нацвалютах. Москва и Пекин пришли к тому, что они будут торговать за национальные валюты – рубли и юани. Начать предлагаю с финансов. В качестве приоритетного вопроса Беларусь рассматривает создание механизма двусторонних платежей в национальных валютах и коллективного финансового института ШОС. По данным Международного валютного фонда, почти 60% международных резервов хранятся в активах, номинированных в долларах. Доллар также является наиболее широко используемой валютой для торговли. Так США могут избежать кризиса, если по какой-то причине они не смогут выплатить свой долг, когда стоимость доллара резко упадет, потому что Вашингтон может просто выпустить больше денег. Мы все говорим, что мы большие, мы великие. Мы действительно великие. У нас более 40% населения, третий мирового валового внутреннего продукта. В доллары уменьшения по паритету, по покупательской способности только в нашей организации находятся два мощнейших лидера – Китай и Российская Федерация. И все дрожим перед этим долларом. Но давайте, наконец, сделаем определенные шаги, чтобы меньше зависеть от этого доллара. И вы увидите, испугавшись, тех, кто манипулирует долларовой дубиной, поймут, что дальше так быть не может. Мы это все видим, но не делаем, а люди ждут. Правда, глобальная экономика не сможет быстро отказаться от доллара в качестве мировой резервной валюты, говорят эксперты. Связано это с тем, что на данный момент около 75% всех биржевых цен на мировых рынках определяются в долларах. Таким образом, доллар выступает не только средством расчета, но и средством измерения стоимости. Он является одновременно валютой цены и валютой платежа. Кроме того, на смену доллара в полной мере не завоевала авторитета ни одна другая валюта, которая могла бы обеспечить сохранность капиталовложений. Боржан Шайхмед Ахмедяр Ильязов, Столичное бюро, ТДК-42.